мы продолжаем играть за империю сасанитов играем в рим total war проект под названием нашествие варваров принципе давайте вспомним на чем остановились в общем-то капитан с таким вот звучным именем к сердце отправляется в земли саков я правда не помню как это поселение называется но не суть важно в общем то да вот здесь небольшая армия у нас на границе с роксоланами так мы контролируем синопу по моему в прошлой серии все таки же мы захватили цезарею если я не ошибаюсь хотя в принципе это возможно так что-то саламец у нас красной мордой сидит да видимо недоволен налогами да смотрите у нас в принципе 15000 прогнозируется я думаю да можно немножко потратиться по такому вот случаю так давайте наймем еще в кте сифоне клебинариев хорошо в принципе да денежки я как мог потратил хотя вот 6790 еще осталось куда их тратить и я в принципе на не особо так еще придумал так статей с берберами на что у вашей команды что у нас берберами торгуем понятно принципе нормально так мельхиор да тут целых два полководца да держит оборону возле иерусалима так ну ладно в принципе думаю стоит дождаться подкреплений и может быть рывком захватить иерусалим принципе было бы очень-очень кстати это провернуть а пока что сдаем ход так как сама ниш 39 лет не извини чувак слишком ты стар для этого был бы ты помоложе было бы все куда лучше а если нам нанять баллисту и рывком захватить иерусалима да кстати крестьяне в иерусалиме недовольны политикой восточного рима мой повелитель в атаку победа за нами так в антиохии чего нам построить такого может быть лобное место было бы неплохо так в общем-то мельхиором давайте думаю наймем баллисту одну и попробуем штурмануть иерусалим не понял чего тебе не хватает а ну надо же мой повелитель вот это облом так ну давайте хотя бы вот эту вот битву тогда проведем давайте помолимся а потом возьмемся за луки и мечи боги помогают тем кто сам себе помогает так пусть же наш боевой клич разнесется повсюду смерть смерть и слабо так отлично давайте думаю построимся враги показали как они трусливые к ним прибыло подкрепление как будто дело только в количестве да нет как раз дело не только в количестве так здесь у нас вроде бы стрелки давайте может быть попробуем окружить римлянда и попробовать расстрелять их хотя эти ребятки ланцари довольно-таки неплохо держатся под огнем так хорошо надо же где настырные а так 42 человека осталось отлично так продолжаем расстреливать ланцариев римских так ученики еще не подошли чудесно отлично так 25 людей отлично все меньше и меньше остается 14 враги сегодня боги улыбаются нам вражеский полководец убит и его люди потеряли мужество так капитан антоний погиб отлично но стрелков думаю мы в ближнем бою сломаем там все таки шуна скле бинари тяжелая конница тяжелая вещь тяжелая конница да так по ходу остались только эти самые римские стрелки римские лучники эти люди отлично подходят на роль врагов они в ужасе бегут с поля боя так ну давайте победа за вами и никто не посмеет назвать ее недостойной или незаслуженной так отлично победа господин так давайте мы немножко отступим до кончились мой повелитель уходим так ну вроде бы нормально все под контролем да кстати давайте в цезарей клевинариев еще наймем так новобранцев синопия да мой господин да мой господин да мой господин да мы уже поняли что ты там 20 раз повторяю повелитель а сакия да вот она знаменитая сакия так ну даже не знаю арсакию развивать или нет давайте мы наверно хатру сделаем столицей так не понял а чё это вы чё это вы на нас так обиделись ну перенес столицу ну бывает так зато в цезарей давайте поднимем налоги кстати вот поднимем налоги и псевдоне ну ё-моё сейчас он еще одного какого-то юнита построит или наверное вот эту вот армию закинет вис и ве иерусалим приказы да и взять его будет сложнее да нужно было садить потом наверное нанять наемников да я неправильно сделал да ну что ж сделанного уже не воротишь нужно делать выводы да было бы желательно конечно же провести работу над ошибками так давайте мы псевдоне наверное еще одного агента нами ух ты александрия какая беззащитная это так это все меняет ваш покорнейший слуга так отлично что у нас здесь в принципе да здесь уже даже бельгийка уже начинаются римские территории слышу значит так а не понял а чё эти все кочевники то вот даки в даке сидят еще вот сарматов согнали да а все остальные куда вы направляетесь ребятки а ладно сдадим пока что следующий ход так дипломатам путь прегражден бунт или хуже мятежники восточной римской империи на это несчастное государство обрушились новые беды измученные постоянными восстаниями они перестали быть единым народом и теперь только мечтают вцепиться друг другу в глотки возможно другие народы сохраняющие единство сумеют нажиться на гражданской войне возможно так новый член семьи осина богам было угодно благословить нас еще одним потомком который сможет взять на себя власть хорошо так ну и чё побунтовали и хватит так давайте мы еще в антиохии калибинариев наймем господин так ну иерусалим пока что думаю не стоит осаждать если он взбунтовался готовый поднять паруса в принципе я и так неплохо ослабил восточную римскую империю в принципе да мне как бы и так нормально так давайте царскую дорогу фраспи так значит капитаном к сердцем осадим сакию хэ три хода я то думал мы можем и подождать у нас есть свободное время кстати сено полность зеленой мордой сидит так давайте канализацию да вроде бы вот здоровье влияет на общественный порядок плюс пять процентов дает в принципе нормально я выполню любой приказ никто меня не увидит ходов больше нет владыка так как бы мне к александрии пробиться то так мы еще наверно вот клебинариев в тисифоне чуть было не сказал в нашей столице да но никакая она уже и не столица так ну ничего страшного что у нас по финансам так но все равно тем не менее одиннадцать тысяч прогнозируется мои глаза никто меня не увидит ходу так карфаген кстати до сих пор римский так тоже все римское да вот у меня конечно очень сильно интересует чем же занимаются то эти кочевники все ходы сделаны велики так хорошо сдаем следующий ход так поселение антиухия в осаде назовем же к богам чтобы они даровали нашим воинам силы выдержать эту осаду так так отлично так в хатри вроде бы я построил хорошие казармы сейчас секундочку посмотрю ага следующий уровень казарм уже дает нам садийских воинов только вот беда что этих садийских воинов по моему можно нанимать только вот в исконных сасанитских землях ну даже не знаю даже не знаю сумею ли отбиться в антиохии что бы такого построить дешевого и сердитого давайте вот торговый караван псевдоне так филадельфия тоже бунтует кстати вот недовольство растет давайте может быть поможем стоит наверное кинуть одну спичку и вспыхнет пламя до 55 процентов это мало то что они ниже 70 это все уже опасно приказы уходим как и кончились так что у нас цезарей кстати да вот клубина риф давайте еще так давайте еще лучников наверное в синопе ё-моё какие тут банды повстанцев а так давайте немножко наверное построим конных застрельщиков так потому что ну с этими бандами нужно что-то делать они блокируют торговлю хотя здесь вроде бы идет а дальше вот сюда вот к той су да вроде бы идут караваны просто медленно медленно и незаметно я выполню любой приказ иду так еще римская армия где же эти кочевники где их носит то когда они так нужны так давайте может быть посмотрим на гунны да вот ни с кем не воюют так ну сарматы да вот враги западных римский римских товарищей наших но они вроде бы изначально являются врагами насколько я понимаю где не ходят не могу понять а вот беда я выполню любой приказ прошу прощения никто меня не увидит да мой господин так давайте вытащим наверное немножко флота на всякий случай прикроем давай так я же не против так что у нас по финансам ну терпимо до более не менее придется понизить налоги в думате что ж поделать то да тут христианство вызывает беспокойство по моему христианство идет с филадельфии хотя нет здесь язычество а христианство оказывается идет с келе сирии с антиохии из седона да с финики вот здесь вот общая граница так соседние регионы вот 15 процентов до христианизирует наш регион пять процентов язычества и пять процентов зороастризм мало мало так ну да ладно что поделать сдаем следующий ход югу мой откуда вы взялись ребятки так ну мере и флавий отступать так поселение синопо в осаде так все печально так саксы воюют западной римской империи восточная римская империя объявил о своем союзе западной римской империи я так понимаю не наверное разрывали этот союз так ломбарды объявили о союзе с саксами римская империя западная именно части объявил о перемирии с алиманами замечательно замечательно так арат шасса богам было угодно обогласовить нас еще одним потомком который сможет взять на себя власть хорошо чудесно такая тем временем да вот посажу римскую армию и попробую высадиться к александрии так ну вроде бы здесь ну могу отбиться более не менее так а вот от нумерия флавия и вот этой вот римской армии даже не знаю могучий полководец может быть в хатре попытаться отсидеться так те сегодня еще клебинариев построим так давайте соберем наверное наших застрельщиков вернее давайте да вот еще по одному отряду построим да финансовая система сассанидов просто взвыла наверное от таких растрат так ну давайте вот расчистку земель в катаясь на последние деньги последние деньги трать не бойся будут еще или не будут так давайте в саламисе повысим налоги так что у нас цезаре это а чё вызывает беспорядки а если я храм перестрою все нет больше ваших беспорядков отлично так а здесь тоже вызывает но здесь и христианство вызывает беспорядки но здесь слабенько всего лишь 23 язычество 41 и христианство 36 ну ладно пока что не будем ничего менять так что у нас с антиохией о да здесь здесь пока что рано менять религию как и в седоне тоже так что у нас саламисе ну да здесь тоже в принципе все в серых цветах так где тут были мои дипломаты так может быть союз отлично да объявлен союз со саниды берберы эти фракции объявили о своем союзе отложив на время войну как политический метод хорошо у нас уже есть союзники хотя у нас этих союзников я вам скажу пруд пруди а толку от них мало где гунны где сарматы блин где вы ребятки потерялись что ли а давайте нужно чтобы вы на эту восточную римскую империю навалились и в принципе да нам было бы тогда полегче так ну что ж капитан капитан сегис вульт идет на штурм так антиохии у нас обороняет джу ван шер 23 года этому парню уверенный полководец склонный к рационализму за растринец преследователь христиан закон может сделать жизнь христиан невыносимой может а стоит ли так ну для начала думаю мы попытаемся отбиться а а Победа уже близка. Если каждый выполнит свой долг, победа будет за нами. Пусть каждый делает свое дело, и все будет хорошо. Займемся нашим кровавым делом. Так, ну для начала, думаю, да, вот мы займемся. Для начала мы займемся расстановкой. Ничего себе, какая высокая башня. В принципе, да, скорее всего, вот эта часть стен. Рухнет. Смотрите, как они близко расположились к стенам. Ничего себе. Даже не знаю. Обороняться на стенах. Ну, допустим, таран не сможет подъехать. Допустим. Так, ну стенку они, скорее всего, точно подкопают. Ну, башня еще неизвестна. Ну, башня эта вроде бы стреляет. Поэтому здесь, на стенке, она пострижет наши войска прям конкретно. Так, ладно, не будем испытывать судьбу. Давайте мы будем оборонять центр. Ну что ж, начнем. Так, ну допустим, таран не доедет. Так, все-все-все, в таран не надо больше стрелять. Он и так горит. Так, ну давайте мне. Сожгите башню. Да не, не. Мне кажется, все-таки же доедет. Вражеские осадные башни уже стоят у стен. Подключайте резервы, чтобы удержать врага. Так, ну ничего, 5% уже набили, настреляли. Ничего себе. С другой стороны, знаете, вот если они подкопают здесь стенку, то есть эту башню они не смогут захватить. Она будет стрелять и отстреливать. Ну, на ворота, скорее всего, надежды нету. Эти башни будут захвачены. Ну вот эта вот башня, наверное, тоже вот останется за нами. И тоже будет наносить урон. 14% отлично, 15%. Блин, а как вы так быстро вы высаживаетесь на стенах? Я когда штурмую осадными башнями, так там вообще полчаса проходит. Странно все это. Так, 19% Стены взяты. Враги вот-вот займут город. Так, ну да, в ворот они недолго держались. Так, ворота у нас были захвачены. Так, ну еще остается надежда на вот эту вот башню. Ну и вот эту вот боковую. Может быть, еще пойдут в обход. А, ну и эти тоже вот будут их коцать. Пару башен. Так что, в принципе, думаю, неплохо. 22% уже. Потери римлян. У нас гордый ноль. И крестьян прям согнал все, что только смог собрать, а? Сколько расходного материала. Так, отлично. Да. Ну эти ребята вообще, по-моему, не дойдут. Тут все-таки же раз, два, три башни. А если идти еще дальше, так там вообще еще хуже, а? Так, ну допустим, этих можно не опасаться. Удара в спину можно не опасаться. Так, тяжелая пехота. Отлично. Так, пограничники. Дальше кто у нас идут? Так, кометатены. Еще пограничники. Пограничники. Мда. 25% Более не менее. Так, еще один отряд пограничников идет в обход. Третья пехота. Ч Посмотрения. Так, еще один отряд говорит о 끝�ении. Отличник. Да. Даже самые смогли ут xi yellow. так давайте перестроимся так я не понял отчет от мало урона понесли вот эти вот отряды которые идут в обход вроде бы должно быть побольше так 30 процентов неплохо смотрите он лучников прям аж наперёд выдвинула неудивительно что они сломались и убегают так 35 процентов отлично так кто-то уже бежит с громкими воплями ну все все ребятки приехали так отлично окружаем принципе да не должны они держаться ё-моё смотрите как эти несут потери и эти тоже несут потери ну ничего себе ну вы даете ребятки давайте поможем нашей кавалерии это не пехота это позор какой-то так ну хорошо хоть все римляне да вот не так вот уж и упорно сражаются больше бегут конечно а да не ожидал я такой прыти от наших войск но это просто да огромнейшие потери вот прям как вступила в бой тяжелая пехота римская так все пошли потери громаднейшие ну могли бы хоть для приличия немножко подержать подержи подержать удара не прям такие вот нести такие огромные потери так продолжаем добивать отступающих так ну в принципе да здесь мы выигрываем на вот эти вот римляне в обход пошли не благо что я подготовился в в в вражеский полководец бежал как испуганный ребенок а теперь атакуйте сегодня боги улыбаются нам в вражеский полководец убит и его люди потеряли мужество ну отлично отлично вот здесь как бы отбились так давайте быстренько вот но вот этот вот фронт перекинемся конницы так ну да лимитаны убегают вот эти вот сюда комитатины еще посражаются как мне кажется хотя они уже прошли довольно таки много так ну чё думаю как нибудь продержимся по крайней по крайней мере эту битву по крайней мере по крайней мере раз так отлично Отлично. Так, стрельба включена. Остается только дождаться. Так, ну хорошо, да, у этих еще покосала башня. В принципе, они не опасные. Пограничники Лимитаны не опасные, а вот тяжелая римская пехота доставляет нашей немало хлопот. Христианская церковь Сассанидов. Да, никогда в истории такого не было. В принципе, да, эту битву я, в принципе, думаю, мы выиграли, да, затащили. А если еще раз нападут? Не знаю, даже смогу ли я отбиться. Так, ну давайте, че вы... Че вы так уныло, а? Устали, наверное. Скорее всего, да, устали, бедолаги. Обессилевший, еще и подавленный из-за усталости. Так, ну давайте быстренько. Взяли, раз-два сломались, и все. Ну-ну, спасибо, что повернулись спиной. Мы атакованы. Да, конечно, тяжелая пехота под обстрелом несет минимальные потери. Да, мне кажется, лучше их уничтожить, а. Героическая победа, да. Так, и че тут у нас? Так, у нас по времени пора заканчивать. Так, ну уж очень хочется захватить Саки. В принципе, да, давайте быстренько проведем эту битву. Опять серия задерживается. Так, моего приказа. Хорошо. Ну, давайте прикроем стрелков пехотой. Надеюсь, они не разбегутся сразу же. Лучники. Продолжение следует. Мы атакованы. Отряды. Подоробите. Бегом. Продолжение следует. Так, давайте еще... Да куда вы побежали, эй? Отряды. 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 Что здесь творится? Отряды. 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 Да. Отряды. Отряды. Так, 12% потери у врагов. 15-17%. Мы атакованы. нас надеть так ну да правильно против беглых рабов копеносцев вы не конечно не несете огромнейшие потери как против римской пехоты так хорошо они атакуют нас так степные и конные лучники давайте их прачниками тоже вот при чешем немножко в Вражеский полководец показал, чего он стоит. Все, чего он хочет, это спасти собственную шкуру. Да, вероятно, шкура у него как раз из ценного меха, раз он так ее спасти хочет. Враг бежит. Преследуйте их и не знайте жалости. Да, не, мы лучше давайте завершим. Так, отлично, безоговорочная победа, супер. Победа за нами, Омагучи. Давайте просто займемся, Сакию. Так, прибыль 97 копеек. Ё-моё. Так, давайте в цезарее заодно поднимем налоги и построим храм. Ха-ха, 0%. Так, ну давайте, да, вот, святилище Зарастрийское в Сакии закажем, если это что-то поменяет. Так, гунны воюют с Готами, ну наконец-то. Алеманы в Западной Римской империи. Ну и римляне с Западной империи и римляне с Восточной стороны Луны разорвали свои союзы. Так, а если я сделаю вот так вот? Могучий полководец, высаживаемся. Так, давайте, наверное, сразу же осадим Александрию. Осаждаем поселение, господин. Поселение в осаде, господин. Готовьтесь к бою. Поселение в осаде, господин. Корабли готовы. Мой повелитель. Корабли готовы. Так, высадим пехоту. Да, на баллисту не хватает ходов. Но ничего, думаю, да, вот мы подождем один ход. И может быть заштурмуем Александрию Мельхиором. Так, давайте в Антиохии переподготовим. Могучий полководец. Так, Хатра свободная. Так, Синопу до сих пор осаждают. Ну и, скорее всего, пойдут на штурм. Хорошо. В принципе, да, в этой серии мы добились небольших успехов. Но ничего, вот Иерусалим у римлян взбунтовался. Так, а где мой шпион? Наверное, в беспорядках погиб, а? Мои глаза ваши не слышны, не видны. Так, вот так вот. Так, в принципе, да, на таком моменте предлагаю закрыть, закрыть, да, эту серию. Закрыть, закончить, прекратить, вывернуть наизнанку. Так, всем спасибо за просмотр, если ты поставил лайк. Тебе огромное спасибо, братан, от души. А если нет, подумай над своим поведением. Очень-очень крепко задумайся. И все-таки жда вот, после некоторых раздумий поставь лайк. Всем спасибо за просмотр и всем пока.